Белые скалы, белый песок, теплое море. Забыли пока. У нас тут работа. Возвращаемся в гитарный цех испанской семьи Брос. Я напоминаю, что мы приехали без гитары. И есть надежда, что может нам здесь дадут ее на вечер. Ну, так сказать, на прокат. Да, это условие нашего проекта. Я обязательно должен заработать на местную еду с помощью местной песни. Слушай, ну у вас семейный бизнес. Вы как-то все-таки разделяете обязанности? Например, Давид занимается декой, ты занимаешься там грифом, например. Да, каждый из нас действительно делает только то, что ему положено. Мой брат Давид собирает гитару, я ее полностью конструирую, а отец настраивает. То есть батя принимает, что называется? Да, он у нас контроль качества. Слово «папа» у парней не сходит с уст. Папа Пекко здесь действительно все решает и делает самые ответственные работы. В том числе и ту, что делает из досок поющую женщину. Пако, а это что такое, для чего? Это форма. А, в смысле? А, это такая штука, она сейчас нагреется, и с ее помощью мы будем делать гитару. Вот и где гитара становится женщиной, друзья. С помощью чего, так сказать? Нужно очень медленно это делать. А почему вы своим сыновьям эту работу не доверяете? Сначала нужно научиться на тех заготовках, которые непригодны для инструмента, ну, чтобы не портить хороший материал. До этого еще далеко, всему свое время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а когда уже струны натянуты и якобы работа завершена, приходит господин идеальный слух. На этой фабрике его зовут Инти, и он кубинец. Он Инти Кардосо. А это наш профессиональный настройщик гитар. Его задача окончательно подготовить гитару для отправки хозяина. Ага, то есть папа, это еще как бы не Инти ставит печать. Я, конечно, жадно бросился брать мастер-класс у Инти, но так страстно ударять по струнам все равно не получается. Тот случай, когда можно сказать, что с таким гитарным боем надо родиться. А мы с друзьями во дворе просто, когда изображали такое фламенко, мы сделали это вот так вот. Слушай, с ритмом у тебя все в порядке? Ну что, споем, блеснем испанским. Ну я правда очень давно мечтал побывать в таком месте, где рождается этот один из самых популярных музыкальных инструментов. Мечта сбылась, но цель не достигнута, и еще по-прежнему без гитары. А вообще вот с такой гитарой можно выйти на улицу, скажем, в такую погоду петь, ну вообще петь на улице? Ты что? Мы делаем концертные гитары, это профессиональный инструмент. Это не тот случай, чтобы по пляжу ходить. Конечно, очень, друзья, хочется попросить у Адама гитару в аренду, прогуляться по Белому берегу Коста-Бланке, заработать на ужин, но язык не поворачивается. Ну, понимаете, это исключительно концертный инструмент. Поэтому, аля улю, гони гусей. Гратиас. Гратиас а ты. Гратиас. Пойдем искать испанскую гитару в другом месте. Продолжение следует.